всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале интернет-магазина видеошоппер samsung galaxy s 10 плюс и samsung galaxy s 20 плюс прошел ровно год и samsung обновил свои флагманы если кто не знает хотя я думаю что большинство знает что samsung последние годы выпускает по два по три даже флагмана с приставкой плюс без приставки плюс а в этом году вышел еще и ультра 6 9 дюймов огромнейший смартфон на который мы уже снимали обзор но в этом обзоре речь пойдет об отличиях отличия конечно же есть и дело не только больше диагонали экрана она действительно отличается 6 4 и 6 7 дюймов при том телефоны конечно даже по внешнему виду берешь видишь экран больше и дело не только в том что батарея стала больше 4100 и 4500 миллиампер но и вообще телефоны с одной стороны похожи с другой стороны несколько разные дальше подробно но коротко об этом и поговорим ну начнем с внешнего вида на самом деле тут отличие минимальное единственное что мне не очень нравится в новом самсунге это то что вот этот модуль камер он стал больше выступать из корпуса в 20 версии в плюсе чем в 10 плюсе потому что здесь все намного органичнее и интереснее но конечно подросло и разрешение основных матриц камер 64 и 16 мегапикселей но честно говоря я бы не сказал что galaxy s 20 плюс снимает прямо на порядок лучше чем galaxy s 10 плюс да конечно сравнивать вот прямо на экране очень интересно что мы для вас и делаем мало того я держал телефоны в двух руках то что вы видите на экраны подписано на каком телефоне что снято напишите а какой телефон вам больше нравится по качеству видео и по качеству фотографий делали фотографии с одного и того же режима на обоих телефонах те же самые картинки те же самые видео поэтому оставляем это на ваш суд глаза опять же у всех разные что касается самих экранов то тут большое отличие в galaxy s 20 плюс в том что у него появилась частота обновления 120 герц единственное это работает только при full hd плюс разрешение вручную нужно поставить но в любом случае плавность выше честно говоря я большой разницы между 60 и 120 герц не вижу но глаза у всех разные я знаю что многие люди говорят давид нет ты не прав я вижу телефон работает более плавно поэтому в двадцатке такая возможность есть в десятке такой возможности нет кроме того мне в двадцатке что понравилось и не понравилось мне понравилось то что в galaxy s 20 плюс убрали разъем для наушников три с половиной миллиметра справедливости ради я в основном слушаю музыку под беспроводным наушником но все-таки зачем я убирать он ничем не мешает абсолютно ничем зато galaxy s 20 плюс у них одна единственная фронтальная камера она в центре отверстие под нее практически не мешает здесь же сделано все плохо после вот особенно 20 плюс когда смотришь на 10 плюс верхнему углу такая площадка залита просто черным две камеры зачем они вообще непонятно качество фотографий сопоставимо в некоторых ситуациях мне показалось что двадцатка снимает несколько лучше но об этом я уже говорил показывал но все-таки все равно скажу сопоставимо в любом случае экраны вот тут яркость конечно у galaxy s 20 плюс несколько выше я не уверен что камера та же хорошая камера на которую мы снимаем сможет передать эти нюансы и оттенки но на мои глаза все-таки картинка несколько не картинка яркость несколько выше у более нового поколения самсунга отличие кстати есть еще и скошенность от edge samsung это называет скошенные края водопад то в новой модели galaxy s 20 они скошены меньше они есть но меньше чем galaxy s 10 опять же не могу сказать хорошо то или плохо на galaxy s 10 рамочки даже чуть чуть меньше кажется на galaxy s 20 зато на galaxy s 20 рамочки сверху и снизу меньше в целом по батареи еще отличие на 400 миллиампер час соответственно 4100 и 4500 миллиампер это конечно неплохо правда и дисплей чуть подрос 6 и 4 и 6 и 7 димов поэтому я бы сказал автономность будет приблизительно одинаковая по результатам тестов я не поленился и заново прогнал тоже тротлинг тесты знаете все замечательно провалов нет падения фпс нет ни на одном не на втором телефоне хотя они оба используют процессоры собственного производства компании samsung exynos galaxy s 10 плюс семейство galaxy s 10 работает на процессоре 9820 а galaxy s 20 exynos 990 он более мощный но честно говоря последние несколько лет это практически не актуально особенно если вы не играете тяжелые игры то разницы между даже galaxy s 8 9 10 вы 20 особо не почувствуете может быть чуть плавнее будет интерфейс но в целом даже 3-4 летний процессор если не брать игры работать будет все быстро если брать игры то конечно разница будет между трехлетним телефоном и тем который вышел сейчас а по сравнению с прошлым годом когда на случай десятка и двадцатка большой разницы вы не почувствуете если вообще не почувствуете будет также все идеально идти кнопки samsung как-то их туда-сюда бросает то они кнопки всю жизнь здесь держали справа и слева то у них кнопка биксбе появилась все ее критикуют сейчас они кнопки перенесли теперь мелочь но все-таки кнопка включения кнопки громкости на galaxy s 20 как у большинства телефонов на правом торце кнопка биксбе исчезла совсем телефон объединяет еще то что конечно же водой пылезащита у них есть есть и обратная зарядка можно зарядить другие устройства к примеру те же часы от компании samsung конечно же есть беспроводная быстрая зарядка очень быстрая проводная зарядка и в целом этот и другой телефон достоин вашей покупки посмотрите текущие цены в интернет-магазине видеошопер на обе этих моделей разница между ними есть но она не критичная другой стороны если вы не уверены как и я не видите большой разницы между между 60 частоты обновления герсы 120 если вам не нужна видеозапись 8 кей который может делать galaxy s 20 плюс galaxy s 20 семейства способна записывать 8 кей видео это реально очень круто еще есть отличие в оптическом приближении без потери качества если galaxy s 10 способен без потери качества приблизить картинку в два раза то galaxy s 20 плюс способен в три раза трехкратный оптический зум в остальном я бы сказал что телефоны кроме этих отличий похоже чуть больше экран чуть больше батарея более чуть более яркий экран по новей процессор разницы вы особо не почувствуете и конечно частота обновления 60 герц видеозапись 8 кей вот в принципе все отличия на на этом сегодня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением давид и команда интернет-магазина видеошопер конечно переходите по ссылке под видео там цены на эти телефоны и участвуйте в конкурсе ценные призы разыгрываются в инстаграм-канале видеошопер плюс также есть яндекс зен канал все ссылки будут под видео счастливо и и и Продолжение следует...